А где ж та гора, та река На ясный огонь моя радость, на ясный огонь Ежай на огонь моя радость, найдешь без труда На рыбалку с гитарой. Однозначно не самый лучший вариант, скажут вам бывалые рыболовы. Рыбу ведь распугаете. Впрочем, это если говорить о классическом варианте, это когда утро, берег, тишина. А вот на большой бард рыбалки совсем иной подход. Песни приветствуются, веселье поощряется, Хорошее настроение обязательно. Пятница, стандартный рабочий день. Все мои коллеги пошли на работу, а я взял удочку и пошел на рыбалку. Ведь сегодня в Могилевской области стартовала большая бард рыбалка. И, собственно, опа, опа, опа. Меня. Ай. Можно поздравить. Первый улов. И первый крючок в пальце. Вообще, Большая бард рыбалка, фестиваль мультикультурный. За три дня в гости на Чигиринское водохранилище приехали более 5000 человек. И всем было весело. Я приехала из Говеля с мужем, но не первый раз. Мы здесь уже во второй раз. Просто в восторге от той атмосферы, которая здесь всегда царит. От общения с людьми, от этой музыки, песен. Ну, всего. Все самое прекрасное и классное – это на большой бард рыбалки. Это место мне знакомое. Мы часто сюда приезжаем. И не только на бард рыбалку, но и на зимнюю рыбалку, на летнюю рыбалку. Место здесь чудесное. И советую всем сюда приезжать. И даже дождь не смог испортить настроение. Наоборот, кое-кто из отдыхающих решил припомнить старые шаманские практики и разогнать осадки своими силами. Руки складываем. Пошли. За горизонт туда, вниз. Опустили руки. И разводим руками. И чувствуете, что руки-то не пустые идут, да? Да. И еще раз. До горизонта, за горизонт. И еще просим развести по сторонам. Девочки против. Игом, быстрей, игом. Туда, где идет дождь, откуда идет дождь. И уж просьбой туда. Он где-то там идет, но не прямо на нас, правда? Да. Здорово. К слову сказать, разогнать тучи получилось ненадолго. Через какие-то 10 минут небо, словно в отместку, разразилось настоящим ливнем. В поисках укрытия мы заглянули в один из домиков и, как оказалось, не зря. Мы общаемся с Вигантасом Козлаурскасом, поэтом, композитором, исполнителем. На бард рыбалку он привез программу на французском языке. Меня пригласили специально, чтобы сделать такую авторскую французскую шансонскую программу. На такую программу я и привез сюда. Собрал все такие песни, которые мне нравятся. Я надеюсь, что эти песни... Это мои песни на французском, на литовском языке. Это песня Александра, песня нашего другого аранжировщика Мартина Спуховича. И привез несколько известных песен, которые звучат во всем мире. А нам пора на ярмарку. Она же своеобразный город мастеров. Тут торгуют всем, на что способна творческая фантазия. Большая бард рыбалка – это место, где можно встретить друзей. Гуляя по просторам, я встретил своего старого, давнего знакомого Бовду Юрия Ивановича. Замечательного мастера-гончара. Когда-то с Юрием Ивановичем мы вместе готовили и делали тарелку. А сегодня, Юрий Иванович, что мы будем делать? А мы сегодня будем просто приобщать младшее поколение. Они будут просто ассистировать, и не просто, они будут крутить педали. Это как бы, как у нас говорится, это тренажер. Не просто крутит человек педали, поправляет свое здоровье, но он еще превращает, что круг в движение. А я на нем горшки кручу. Ну что, поехали? На большую бард рыбалку люди приезжают целыми семьями. И пока мужчины обустраивают быт, женщины кашеварят. Ну, все в походных условиях. На костре это всегда вкусно, как бы там ни приготовил. Мясо, не мясо, макароны, не макароны. Всегда это вкусно. Ну, а коль уж заговорили о еде, думаю, нам самое время пройтись по рядам и попробовать на что гораздо местные хозяюшки. Побывать на большой бард рыбалки и не попробовать уху – это, на мой взгляд, кощунство. И сейчас мы зайдем и попробуем уху от чернобурских хозяюшек, которые уже приготовили. Скажите, уха, чем ваша хороша? Чем хороша уха? Потому что она сварилась на костре. Она пахнет дымком, рыбка у нее свежая. Сегодня словлено. И с нашей речки друць, на которой мы живем и где выросли. Как в детстве. Как в детстве. Вот уж точно говорится, у хорошей хозяйки мужчина никогда не будет голодный. Началось все сухие, а продолжается вот таким вот салом, как в детстве, пожаренным на открытом огне. И с огурочком вкусным. Сверхым огурцом. И вновь смотрите и завидуйте. Кушайте на здоровье. Уха царская, рыбацкая, крестьянская, венгерская. Уха из осетрины, толстолобика, трески и горбуши. Десятки видов. А запах, скажу я вам. И по секрету, кое-где ушицу готовили с добавлением 40-градусной. Но не для градуса, а скорее по традиции. Смотрите, какие усы. Кусается. Ах, кусается. Не хочет в уху. Ну, давай. Случилось диво. Я нашел сначала Нептуна, попробовал ухи, а теперь нарвался на самую настоящую русалку. Парам! И с русалкой можно сфотографироваться бесплатно. По крайней мере, мне. Всем привет, правильно? Проеду. Всем привет! А ведь мы еще в баню не ходили. Специально для любителей попариться на большой бар-трыбалке развернулся целый банный городок. Мы приехали из города Орел. Это Россия. Ну, почти 500 километров. Представляем банный клуб «Услада». Это у нас здесь такая походная передвижная баня. Обычно мы ее используем для выездов на всевозможные фестивали, праздники. Парим по старым русским традициям. Мы как парили наши деды и наши прадеды. Чтобы сделать человеку приятно, оздоровить его. И человек вышел как заново рожденный, как говорят. Катерина, как, в принципе, в целом ощущения? Ну, конечно же, шикарные. Ты приезжаешь после дороги, заходишь в баньку на фестивале. Это же чудо. На берегу шикарного озера. Это же на дикой природе банька. Класс! Кстати, про озеро. А не посмотреть ли нам на фестиваль с воды, так сказать, рассекая гладь Чигиринского водохранилища на мощной моторке? А можно как-нибудь быстрее? Конечно! О-о-о! Я думаю, говорить дальше больше ничего не имеет смысла, потому что ничего не будет слышно. Просто наслаждаемся проездкой. А на берегу меня ждало то еще испытание, так называемое правило. Вообще, у людей, которые жили в Средневековье, при взгляде на этот инструмент наверняка мурашки побежали бы по коже, а я ничего, спину буду лечить. Достаточно необычная для меня практика. Первый раз я оказался в такой ситуации. Я сейчас нахожусь в неком правиле. Внешне это напоминает средневековую дыбу, но расскажите, пожалуйста, что меня ждет? И какой эффект можно ожидать? Вас ждет масса положительных эмоций и эффект, ну, по крайней мере, оздоровления. А больше, конечно, и лечения каких-то определенных заболеваний. Эффективика такая, она развивается, но боязнь того, что это дыба, на самом деле дыба, она и есть, но дыба имеет двойное значение. Она же как калечить, она может и чинить человека. Мы знаем только про отрицательный момент, что человека калечит. Ну, сегодня узнаем про положительный. Да, сейчас будет интересно. Скажу честно, когда на меня начали надевать манжеты, сердце ухнуло в район пяток, но пути назад не было, да и люди вокруг собрались, неудобно отказываться. Поехали. Поехали. О, и на флаксе. Все, что я выборю. Ногам больно. Сейчас, секунду. Не, ну, я гораздо бодрее сейчас, чем я поднимаюсь утром. Я так понимаю, вот так. Я стал выше? Да, пока не ладит. Ясно. В принципе, очень хорошо. Моя спина. Вот нормально. Спасибо вам большое. Бард рыбалка давно вышла за рамки ее первоначальной концепции. Слишком много людей и мероприятий, далеких от авторской песни. Но, как говорят сами организаторы, это праздник совсем не портит. Скорее, наоборот. Самая главная наша задача – это сделать фестиваль все-таки разноплановым и в культурном отдыхе, и в плане развлечений, и в плане музыкальной программы, чтобы она была интересной, насыщенной, чтобы у нас не было скучно, чтобы мы дарили людям хорошую энергию и хорошее настроение. Хорошенько покушав, прогулявшись, попарившись в баньке и порядком оздоровившись, мне самое время заглянуть на концертную площадку. А на сцену выходят наши гости из Украины. Александр Казинец и его потрясающая вокалистка Екатерина Изотимова. В путь героев снаряжа наводила в прошлом справки и поручикам в отставке сам себя воображал. Впервые попала на бартер-балку в прошлом году. Мы не на весь фестиваль попали, а мы с группой выступали с концертом в Гомеле и после этого приехали сюда. Нас очень тепло приняли и позвали и в этом году тоже. И это очень душевное мероприятие. Мне в этом году не хватило конкурса по приготовлению ухи, в котором я участвовал тот раз и занял третье место Борис Аскаревич Гурдан и давал приз. Что изменилось в лучшую сторону? Да практически все. Во-первых, четыре площадки, на которые проходят концерты, это очень важно, потому что я считаю, что артист должен ходить к зрителю, а не зритель к артисту. Это мое такое правило. Палаточный лагерь так классно устроен, что к нему надо приходить и там петь песни. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Атмосфера здесь особая и веселая, и одновременно умиротворяющая. Все это будет, только ты дождись, и мы с тобой станцуем вальс надежды.